МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Является человек, у которого золотые руки, чистая душа и добрые помыслы. Он своего рода волшебник, который дарит сказку не только детям, но и взрослым. Знакомьтесь, Дмитрий Антипенко, кондитер открытого акционерного общества «Гомель Хлебпром». Именно на хлебозаводе Дмитрий работает вот уже 11 лет. Общий стаж работы в кондитерском деле целых 18 лет. Это большая часть жизни Дмитрия Антипенко. Здесь же на предприятии повстречал будущую жену Татьяну. Но начиналась история нашего героя как кондитера не здесь и не 11 лет назад. Даже не 15 и не 20, а гораздо раньше, еще в детстве. Именно в этот самый беззаботный и прекрасный период жизни человека пустили в свои корни первые росточки великолепных цветов. Из сахара, карамели, мастики, шоколада. Дмитрий, коренной гомельчанин, в детстве часто гостил у своей бабушки Тани. В деревне, так сказать, любил ездить к бабуле на пироги. Сказано это не ради красного словца, а потому, что в целом мире для Дмитрия не было ничего вкуснее бабушкиных пирогов. У меня бабушка и очень хороший кулинар. У нее были очень вкусные, красивые пирожки и всякие пироги. Так что именно любимая бабушка переломила ход истории. Ведь сначала-то Дмитрий хотел стать строителем. У мамы моей лежит это сочинение со второго класса, с третьего. Писали, кем я хочу стать. До сих пор лежит. Я хотел быть строителем, чтобы вырасти и построить маме дом. Но уже с четвертого класса Дмитрий точно знал, что станет не водителем, не директором, а только кондитером. Так и вышло. А зам кондитерского дела Дмитрий Антипенко научился в Гомельском профессионально-техническом училище номер 35 имени Михася Лынкова. Работать кондитером начал уже в 16 лет в одном из ресторанов Гомеля. По специальности он пекарь-кондитер. Начинал с того, что просто, скажем так, чернорабочий. Листы почистить, помазать, ну такое простое. А там делается все. Начиная от булочек, заканчивая пирожными, десертами и всем остальным. Это хорошая школа. Потому что я, наверное, если бы я туда не попал, я бы столько ему не научился. Потому что там именно кондитер, именно делать все с самого начала и до последнего, до того, как вынести торт заказчику. После работы в ресторане 11 лет назад судьба свела Дмитрия Антипенко с хлебозаводом. Здесь он познакомился и со своей будущей женой Татьяной. У них одно большое общее дело – кондитерское. В нем глава семьи на сегодняшний день преуспевающий человек. Хотя получалось все далеко не сразу. Два года подряд у нас были, ездили тоже в Минске и в Могилеве был тоже чемпионат. Я два года подряд разбивал свои конструкции. То есть я их собирал, они стояли, проходило буквально час-два, и она просто рушилась на глазах, падала. Очень обидно. Неизменный помощник Дмитрия в работе – фантазия. Любимый материал для кондитерского творчества – карамель. Именно она дает возможность фантазировать без границ. Если создавая, например, сахарные цветы, необходимо строго соблюдать количество лепестков, форму, сочетание цветов, то цветы из карамели могут быть какими угодно – по форме, цвету и размеру. А вообще, конечно, каждая работа любого кондитера – это целое искусство, целая наука. Когда никак не обойтись без чувства вкуса, чувства цвета, соблюдения пропорций художественного мышления. Одним словом, кондитер – это и художник, и скульптор, и человек с очень развитым чувством прекрасного. Дмитрий вполне соответствует этому образу. Надо отметить, он прекрасно рисует, хотя художественную школу не заканчивал. Единственный опыт рисования – это пленэр на заборе в детстве. Кружок по скульптуре тоже не посещал, но зато очень увлекался лепкой из пластилина. Любимые пластилиновые персонажи – заяц и волк. Теперь у наших детей совсем другие персонажи больше. Им интересны больше смешарики, пони, барби, всякие такие персонажи. Больше Дмитрия о вкусах современных детей, наверное, никто и не знает. Уж сколько всевозможных тортов он сделал для маленьких именинников – трудно сосчитать. Главный же идейный вдохновитель его кулинарных шедевров – сын Иван. И хотя мальчику всего 4 года, уже понятно, что, судя по всему, он тоже будет кондитером. Любит рисовать, лепить. А уж если папа что-то пытается сделать на кухне, Ваня тут как тут. Папа, дай скалочку, папа, дай мастику. Папа, я сделаю цветочек, я сделаю букетик. Мне надо из крема здесь посадить и здесь. Это просто, наверное, тоже будет будущий кондитер. И будет у нас семейный подряд. Мама, папа, я – кондитерская семья. Невозможно недооценить роль Ванечки в жизни Дмитрия. Он своего рода маленький локомотивчик, который тянет папу за собой. Ваня очень любит рыбалку. Даже больше папы. Рыбачить вместе им доводится часто. А то, что попадается на их крючок, еще неделю живет дома, в ванне. С рыбкой Ваня играет, кормит ее. Выбросить нельзя, съесть нельзя, заморозить тоже нельзя. Ничего нельзя. Помимо училища Дмитрий Антипенко обучался в кулинарной академии «Эксклюзив» в Москве. Закончил кондитерские школы в Минске и Киеве. За полет творческих фантазий, неординарность мыслей, целеустремленность и инициативу Дмитрий Антипенко на хлебозаводе ценят и уважают. И Дмитрий, вот он один из тех, кто показал себя, у кого есть желание, у кого есть именно стремление расти, проявляет этот интерес. И, в общем-то, с ним интересно работать и приятно работать. Дмитрий – постоянный участник и призер всевозможных выставок хлебного и кондитерского дела, республиканских и международных конкурсов кондитеров. Самым успешным для Дмитрия стал 2014 год. Впервые принимая участие во Всемирном кулинарном кубке в Люксембурге, Дмитрий завоевал золотую медаль. Представлял работу из карамели. Морская тематика. Пираты, золото, корабль, осьминог. Восхитительная работа, ошеломительный успех. Именно после такого триумфа руководство открытого акционерного общества «Гомельхлепром» посчитало, что Дмитрий Антипенко достойен называться «Человеком года» и выдвинуло его кандидатуру на областной конкурс. По итогам работы в 2014 году Дмитрию Антипенко присвоил название «Человек года». Он одержал очередную победу в номинации «Мастер». Лично для меня это большая честь, что из стольких мастеров, рабочих всей Гомельской области удостоили именно меня такого звания, как «Человек года» в номинации «Мастер». Это очень важно для меня, для моих руководителей, для моего предприятия, которое меня воспитало, вырастило. Успехи окрыляют. Есть крылья и у Дмитрия, которые, будем надеяться, помогут ему долететь до следующей победной вершины. А это ни много ни мало участие и победа в чемпионате мира по кондитерскому делу. Есть у Дмитрия и еще одна мечта. Можно попробовать, чтобы когда-нибудь все-таки открыть свое дело, именно свою какую-нибудь маленькую кондитерскую, вот это вот, наверное, чуть попозже, чтобы уже под своим именем кормить людей нашего города, жителей нашего города. Добиваться успехов Дмитрию помогает талант, стремление к победе, поддержка близких и коллег. У Дмитрия Антипенко очень характерный девиз жизни. Упал, поднялся, пошел дальше. Я вот заметил себя по жизни, у меня просто все, что не делается, я делаю именно со второго раза. На права сдал со второго раза, золотую медаль забивал тоже со второго раза. А ведь неудачи встречают каждого. И от того, получится ли не сломаться в критичный момент, зависит, откроется ли второе дыхание. Дмитрий в этом отношении пример для подражания, неотчаивающийся и целеустремленный. Всего лишь в 34 года у Дмитрия Антипенко за плечами недюжинный опыт работы, огромное мастерство, многочисленные конкурсы и награды, десятки воплощенных идей. И самое главное — крепкая, дружная семья и большая любовь к своей профессии. Редактор субтитров А.Семкин